Всем привет, люблю балет! С вами Мурик Артист, и тема сегодняшнего видео 15 стереотипов о балете, которые пора разрушить. Правда ли, что балерины ничего не едят и подкладывают стекла в пуанты? Да все мужики в балете геи и носят стринги, и еще подкладывают туда что-то. Говорят, что все балерины тупые, а еще, кстати, им нельзя рожать. Не, ну балет это понятно, это не профессия, а чем ты реально занимаешься? А мужчины тоже танцуют в пуантах? Ммм, ты балерина? А на шпагат садишься? Пора уже кому-то разрушить эти стереотипы. Не забудьте подписаться. Поехали! И прежде чем перейти к стереотипам, я хочу вам рассказать о студии Поповых, которые уже более трех лет существуют в Санкт-Петербурге. Ее организовала семейная пара профессионалов в своем деле. Павел Попов, мастер спорта международного класса и чемпион мира по парно-групповой акробатике. Лариса Попова, мастер спорта по художественной гимнастике и преподаватель по гимнастике в Академии танца Бориса Эйкмана. Если вы не знаете, куда отдать вашего ребенка, то можно прийти в студию Поповых за советом, и профессиональные педагоги скажут, к чему потенциал больше – к гимнастике, к акробатике или к балету. У ребят проходят много полезных проектов, как для детей, профессионально занимающихся балетом и спортом, так и для любителей. Регулярные занятия по гимнастике и акробатике, интенсивы на каникулах, а также спортивные лагеря. По промокоду MURIKARTIST вы можете бесплатно посетить занятия в группе или получить скидку 15% на ближайший интенсив на осенних каникулах. Записывайтесь на занятия по ссылке в описании, ну а мы переходим к стереотипу. Конечно же, первое, о чем знает каждый человек, это о нереальных диетах балерин. Складывается впечатление, что они питаются воздухом или существуют за счет фотосинтеза. Да, ребят, многие балерины и правда серьезно следят за своим питанием и сидят на различных диетах. Но балетный мир – это тот же мир, что и ваш, только меньше, к чему я веду. У всех разный метаболизм. У меня полно подруг-балерин, которые едят все подряд, не следят за диетой и выглядят хорошо. Да, конечно, многие за это их ненавидят, но это же другая история. Людям давно пора понять, чтобы выдержать такую колоссальную нагрузку, балерины должны кушать. Ведь у девушек в балете все намного сложнее, чем у мужчин. Они задействованы во всех спектаклях и во всех актах. Помню, работая в театре, всегда, когда уходил после первого акта через сцену, видел, как девушки готовятся к следующему акту. А мы уже были свободны. Такое часто бывало в балетах Жизель, Сельфида или Лебединое озеро. Так что балерины, я уже не раз говорил, вы просто супер. Мой вам респект. Вы можете сказать, ну мужчинам же надо их поднимать, им тоже нужно есть. А я вам скажу, что работая в театре, ты это делаешь довольно-таки редко. Я помню, за первый сезон работы я не притронулся ни к одной девушке. В хорошем смысле этого слова. Поэтому я бы даже сказал, что за диетой порой нужно следить мужчинам кардебалета больше, чем девушкам. Кто согласен, напишите в комментариях. Кто не согласен, тоже. Поэтому стереотип «балерины ничего не едят» разрушен навсегда. Все мужики в балете геи. Блин, наверное, было бы смешно сейчас просто сказать «да» и перейти к следующему. Но это абсолютная ложь. Вы просто не представляете, как это всю жизнь присутствует в жизни артистов балета. Всегда все спрашивают про этот вопрос. Я понимаю, что такое мнение, может быть, складывается от увиденного мужика в лосинах, прыгающего в шпагате, скачивающего по сцене, бросая ноги вправо-налево. Ну, не знаю, либо от знакомства с настоящим геем, ну, конечно, у нас народ любит все обобщать, и он сразу «а, ну вот раз один гей, значит все геи там у них». Ребят, скажу по секрету, они есть везде, в каждом городе, в каждой профессии, возможно, даже в вашем окружении, вы просто об этом не догадываетесь. Да и они были всегда, ребят. Пора бы уже быть потолерантнее, 21 век на дворе. И не хочу открывать эту тему, это их личное дело. Но просто поймите одно, не все такие. Также кто-то думает, ой, ну это женский вид искусства, танцульки вот эти, это для девушек. А вы покажите им балет «Спартак» или, например, «Бахчисарайский фонтан» и многие другие. Пусть поймут, что артисты могут играть не только элегантных принцев, ну, которые им не нравятся, но также и множество мужественных ролей с серьезными трюками и дуэтами. Так что все, отныне, вот все, кто сейчас посмотрел, отправляйте родным и друзьям, кто до сих пор такого мнения. И мы навеки разрушим этот стереотип. Мужики! Стекло в пуантах. О, это мое любимое. Как вообще можно было до такого догадаться? Вот смотрите, я балерина. Вот пуант. Мне туда положили стекло. Надо бы надеть. Блин, зря я, наверное, надел парик после пункта про геев. Надеюсь, у меня адекватные подписчики. Так вот, я надеваю пуант, не посмотрев туда внутрь, и мне вонзились стекла в палец. Я такая думаю, надо бы надеть до конца и завязать, наверное, раз уж что-то больно там. Ну, кольнуло, кольнуло, ничего. Главное балет. Балет от слова боль. Поэтому это нормально. Завязать обязательно. А потом во время танца, когда встаю и такая на сцене прям, и такая, а, боже, нет, как больно. Это конкуренция балетная, дебильная. Кстати, если хотите, чтобы я заснял видео, как балерины вручную исправляют пуанты, делая их удобными для себя, пишите в комментариях, я обязательно засниму. А вот это мы убираем всё. Так, вернёмся к стеклу в пуантах. Да вы подумайте, это же настоящее преступление. Кто вообще решится на такой шаг? Ну, даже, допустим, вот эта балерина это сделала. Что это изменит в её карьере? Это ничего не исправит. Её не ставят в столистки не из-за того, что другая лучше, а потому что она не дотягивает. Я вам лучше расскажу, что есть истории куда хуже стекла в пуантах. Существуют легенды, как кто-то намазал финалгоном бандаж артисту балета. И он пошёл танцевать на спектакль. И у него загорелось жёлт. Но всё это просто мифы. Лично у меня за 15 лет в этой профессии не встречалось таких случаев, но и историй про это. Встречалась масса. Вот это по-настоящему страшно. Я, кстати, в инстаграме у своей балетной аудитории сделал опрос, какие стереотипы их уже достали. И все как один написали, все балерины тупые. Ещё говорят, что с ними не о чем поговорить. И их глупость от того, что у них только физическая нагрузка, а мозгами они думать не умеют. Ребят, если бы вы только знали, сколько балеринам нужно выучивать балетов. По несколько партий в каждом балет. Запомнить все 15 выходов в каждой партии. Умение держать линию. Слышать музыку и под неё танцевать. Соображать на репетициях. Думать при исполнении каждого движения. Особенно при исполнении сложных элементов. Умение психологически побороть страх сцены или новой партии. Подготовиться к роли в актёрском плане. Знать, о чём ты танцуешь. Умение грамотно среагировать при казусах на сцене. И ещё куча всего. Да, возможно, не все балерины ответят на вопросы о истории, математике и физике, но вы понимаете, они просто заточены под другое. Если бы у вас была возможность хоть один день отработать на месте балерины, вы бы умерли физически, и ваш мозг бы взорвался от той информации, которую вам нужно запомнить, чтобы станцевать просто один балет. Поэтому, ребят, балерины и артисты балета не тупые. Пожалуйста, запомните это. Они заточены под другое. И многие люди развиваются в разных сферах. Ммм, вы балерина? А вы садитесь на шпагат? А меня посадите? Вот это просто... Причём, мне тоже задают этот вопрос всегда. Только ещё часто называют не артист балета, а балерун. Вот просто запомните навсегда. Балерун? Слово не существует. Танцовщик или артист балета? Запишите, пожалуйста. Конечно, блин, сажусь на шпагат. И самое смешное, что это спрашивают у балерин. Но это просто жесть. Потому что я реально за всю свою жизнь не встречал ни одной балерины, которая не садится на шпагат. Да, бывает, что артисты балета не садятся на шпагат. Некоторые. Но чтобы балерина не садилась, никогда в жизни такого не было. Пожалуйста, не задавайте таких глупых вопросов. Я очень надеюсь, что моё видео поможет многим балеринам избежать этого вопроса в будущем. Мужчины носят стринги и подкладывают туда что-то. Ребят, вдаваться в подробности не буду, но скажу одно, что это специальное изобретение для поддержания мужского здоровья. А именно, противодействие микросотрясению при каждом прыжке. И такая форма обязана быть, так как глупо бы выглядели торчащие сзади трусы из-под лосин. А спереди всё сделано по медицинским рекомендациям. Поэтому это выбор не в сторону стринг, а в сторону здоровья. И, кстати, благодаря бандажу плохому танцору ничего не мешает. А насчёт того, что что-то подкладывают, я, конечно, в чужие бандажи не заглядывал, но я вас уверяю, что это бред. Балерины-ангелы, которые не пьют, не курят и не матерятся. Можно без подробностей, но я просто скажу, что это бред. Мы все обычные люди. Мужчины тоже танцуют в пуантах. Мужчины никогда не танцуют в пуантах. Разве что в балетах Михайловского. Или эту фишку используют как прикол для видео или для закрытия фестиваля. Но не больше, чем смех, это не вызывает. Поэтому, мужики, если отдадите сына в балет, он не будет танцевать на пуантах. О, ты балерина, тебе, наверное, нельзя рожать. Алло, ребят, очнитесь. У нас в профессии такой же декрет, как у вас. Почти у всех балерин старше 30 и есть дети. И не один ребёнок, а понесколько. Вот, например, вспомнил, что у Олеси Новиковой, Прима Мариинского театра, кстати, трое детей. Да, возможно, не все балерины в начале карьеры спешат уходить в декрет. Им нужно как-то проявить себя или подняться по карьерной лестнице. Но это выбор каждого человека. Всё, как в обычной жизни. Также многие хотят отдать сына в балет, но боятся, что он станет геем. Я серьёзно. Я часто преподаю индивидуальные уроки. Кстати, если хотите на индивидуальные уроки, пишите в директ. Так вот, я часто даю индивидуальные уроки, и мне всерьёз не раз уже родители говорили на эту тему, что они боятся отдать ребёнка в балет, так как он станет геем. Это просто так смешно. Я просто, ну, не понимаю логики. Это вот как будто в хореографических училищах есть предмет, как стать геем, или гейство, или геология, или, господи, придумать ещё какие-нибудь варианты. И я просто скажу, что с такими ориентациями рождаются, и опасаться вам не стоит. Пожалуйста, отдавайте мальчиков в балет, потому что их очень не хватает нашей профессии. И не бойтесь, что из них кто-то будет делать геев. Балетные не дружат из-за высокой конкуренции. А вот тут интересных. И я честно признаюсь, что я заметил разницу, что чем круче театр, тем хуже общается между собой коллектив. И вот в регионах коллективы куда дружнее. Они часто собираются вместе, выезжают на природу, или бани, или другие развлечения вместе с детьми. А вот у нас в театре такого не было. В основном все общались по маленьким компаниям. Либо просто меня никуда не звали, а я просто не знал об этом. Рвут костюмы перед выходом, а также ставят подножку, или подливают виагру в воду. Вот это вот реально страшно. Господи, я когда эту хрень услышал, я реально начал бояться этого. Не, ну это продлилось, конечно, день-два, только в голове повертелось. Но, ребят, такого не существует. За костюмы отвечают костюмеры, за парик и мейк отвечают гримеры. Если вдруг что-то не так, то их вызывает руководство и принимают какие-то меры. Все солисты и примы стервы. В таких стереотипах проблема в том, что люди берут всех под одну гребенку. Практически все солисты, с которыми я общался, достаточно милые и очень классные в общении. Да, есть люди и с тяжелым характером, но они есть во всех профессиях. Но я бы сказал, что в солистах их меньше, чем в кардебалете, так как у солистов сложилась жизнь, их амбиции реализованы. Им просто незачем быть такими. Но вот это вот, конечно, сейчас будет прям вообще за душу. Балет — это не настоящая профессия. Чем ты реально занимаешься? Я помню, я как-то вернулся домой в Уфу с хорошей премией и отпускными и рассказал другу о том, что заработал определенную сумму. И в ответ я услышал, что я тут за 30 тысяч впахиваю на работе, а за эти танцульки столько платят? Может мне тоже пойти потанцевать? И вот это вот любимое движение от людей, которые вот думают, что балет — это вот это вот. После этого я о своей зарплате больше не говорил. Ребят, я понимаю, что вам интересно, сколько зарабатывают артисты балета, и я сделаю про это отдельный ролик. Только для начала я соберу всю информацию со всех театров, чтобы информация была достоверной. Напишите в комментариях, если хотите узнать. Пиши-пиши. А сейчас будет последний стереотип. Во время опроса мне про него написало больше всего человек. Посмотрите их сколько. Я сам был в шоке, что прям настолько. Стереотип о том, что все балерины — девушки легкого поведения, скажем так, и подрабатывают на яхтах, а также пробиваются только через постель с начальником. Вот и закончилось видео. Шучу. Ну вот давайте прикинем, что все такие, а почему тогда все непримы? И зачем они тогда это делают? Несостыковочка. Короче, вы поняли, к чему я веду, что все это бред. Да, многих мужчин привлекают стройные фигуры и ноги балерин, но от того, что это так, это не делают девушек такими. Но я думаю, что тут дело в зависти, что многие завидуют их телосложению и распускают такие слухи. А я вам скажу, что все люди красивые и перестаньте завидовать. Начните любить себя. Я вот только недавно к этому пришел. Чуть-чуть психологии. Вот такое видео сегодня получилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Скоро много нового и интересного контента. Также колокольчик тоже жмякните. А также напишите в комментарии, какие стереотипы я не назвал. Может быть, мне сделать вторую часть. И как всегда, с вами был Мурик Артист. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok